Франция 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 Дамы и господа, первый отборочный тур. Команда Америки. Лучшие из лучших. Морские котики. Элита ДМФ США. Экстрим-челленджеры. Люди, способные бороться и под водой, и на верхушке айсберга. Они готовы сокрушить своих соперников. Основной костяк сборной Китая. Лучшие борцы поднебесные. За их плечами школа карате. Ушу, тай-чу. Но главное оружие китайской команды. Игроки печенки. Но водящие ужас летящие воины. Команда Казахстана. Отважные бойцы страны диких степей. Попсеры, легкоатлеты, борцы, альпинисты. Они новички. У них чемпионские амбиции. Но победитель только один. Этот титул по праву принадлежит России. В новой схватке отдавать его мы не намерены. Мы сегодня здесь, чтобы добыть славу державе. Благодаря которой мы сегодня здесь. Первый канал представляет. Большие гонки. Четвертый сезон. Новая битва. Возвращение чемпионов. Команда из России. Добровольцы. Капитан команды Евгения Добровольская. Добровольская. Тренер команды Ольга Слуптер. Актеры спасены. Сила на век. С нами удача. Будет успех. Есть дух олимпийский. И желание победить. И нас всех объединяет одно. Чтобы мы выступили на России лучше всех. Каждая команда выступает под своим плаком. Поэтому, естественно, так мы сейчас смеемся. А вот если ходим на Бычков, мы им покажем. Честь страны. Будет отстаивать команда из России. Добровольцы. Актеры. Иван Кокорин. Андрей Носков. Эвклид Кюрдзидис. Актрисы. Эвелина Блёданс. Анастасия Задорожная. Чемпионка мира по художественной гимнастике. Лейсан Утяшева. Призер чемпионата мира по лыжным гонкам. Александр Легков. Мастер спорта по лёгкой атлетике. Инструктор по фитнесу. Светлана Рубина. Воздушный гимнаст. Александр Мещанов. Мастер спорта международного класса по спортивной аэробике. Василий Козырев. Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Борис Станогин. Капитан команды. Народная артистка России. Евгения Добровольская. Тренер команды. Ольга Слуцкер. Очень хочу пожелать победы нашим ребятам. Мы будем помогать им побеждать сегодня. Победы вам, ребят. Российские добровольцы настраиваются на победу. Первая игра. Огромная ответственность. Россия! 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 Синий шлем. Тебе не поздоровится, потому что я пришла. Потому что я парку на тебя. Люди греху. Но смогут ли ребята сыграть на спортивной арене так же блестяще, как играют на сцене? Проси, за какую страну он играет. За какую страну играешь. А где? Ты где находишься, Андрюша? Я не играю, я стихи читаю. Пушкин. Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю. Слугу несущего мне утром чашку чаю. Вопросы. Тепло. Утихла ли метель? Пороша, есть ли? Человеку идти на быка. Это можно понять. Это стресс. И только опытный гонщик Иван Кокорин держит себя в руках. Я настроен, абсолютно спокоен, свободен и готов к игре. Боятся поздно. Отступать нельзя. За ними Россия. Мама, я тебя очень люблю. Пожалуйста, поддержи нас. Капитан Добровольцев. Народная артистка России поддерживают свою команду, как может. Каждому российскому участнику она положила в кроссовки по пятаку. Артисты, они народ суверенный. Они никогда не говорят про то, что что будет. Да, они не загадывают. Никто не знает, чем кончится спектакль. Выстрелите ружье и что будет дальше. Евгения Добровольцева лучшая. Она шикарная капитана. Она вообще... У нее глаза горят, поэтому все за ней пойдут. Главное, чтобы она не повела за собой китайцев. Потому что они могут ее увидеть и тоже за ней пойти. А как это возможно? А это невозможно. Вот, а вот шутками, прибавутками мы добрались до первого конкурса, который называется «Пляж». Задача участников состоит в том, чтобы, спустившись с горки на лодке, добраться до надувного острова и всем на нем разместиться. Сложность в том, что остров очень подвижен. И если во время спуска сильно разогнаться, можно столкнуть в воду всех своих товарищей. Время конкурса ограничено. Победит та команда, у которой на острове окажется наибольшее количество игроков. Итак, Евгения Добровольская. Почему название команды такое? Так я задаю ее. Забавный вопрос. Ну как ты думаешь, а почему такое название? Не знаю. Ну подумай чуть-чуть. Может быть действительно из добровольцев состоят, да? Да, ты понимаешь... Никто сюда не заставлял людей, люди сами, да? Нет, нет. У нас значит так, добровольная, это значит обязательно, понимаешь? У нас иначе быть не могут. Если добровольцы... Эвелина, вот этот конкурс тебе очень подойдет. Ты красивенько съедешь, тебя мальчишки посадят на остров. Пенье в пенье. Пенье в шампенье. Можно я такую одену шапочку для душа с рюшечками? Пожалуйста. Такое. А не кто будет лягушечками, майками? В своем. В своем. О, отлично. В своем. Тогда можешь шапочку одевать. Вообще считаю, что конкурс очень эротичный. Я думаю, что пляжный, зрителям понравится. Извините. Кто в первый конкурс заявлен? У нас Мещанов Саша, Легков Саша, Носков Андрей, Задорожная Настя, Эвелин Лайсан и Ваня Баклорин. Все, ни пуха ни пера. Ни пуха ни пера. Три, два, один, старт. Пошел первый наш спортсмен. Бабах, вылетает Мещанов. Вылетел хорошо, но начал терять драгоценные секунды. Чемпионка мира по художественной гимнастике. Очень хорошо она сработала. Она не потратила ни одной секунды. Вылетая, не пихай вперед свои длинные ножища. Ты можешь сбить всю команду. Что и произошло сейчас. Эта эвелиночка Плёданс вылетает. Очень, надо сказать, изящно вылетает. Пытается влезть, ничего у нее не получается. И мы тратим драгоценное время. Потому что одна из наших лодок уплывает. Очень, очень неслаженно работает команда. Ваня Кокорис, прославленный игрок в большие гонки. Хорошо сработал Ваня. Не потерял время. Настя, дорожная летит. Ой, как хорошо, как хорошо. Как она спинкой вылетела. И вовремя ее подхватил тот из наших спортсменов. И вот последняя куча Андрюша Носков испортил всю игру нашей команде. Он сбил, сбил всю команду, которая хорошо встала, хорошо зафиксировалась на острове, в воду. Может быть, нашей команде беспокоиться точно не о чем. Но задуматься вот с этих первых минут уже можно. Андрюша, ты последним вылетал, да? Да. И допустил непростительную ошибку. Что случилось? Тормозился как мог, пытался максимально развернуться в последний момент. Что, у тебя там нет тормозов, да? Ну вот так вот, как-то все нужно. Ну, по-моему, мы успели. Самое страшное, что когда все перевернулись, то на меня все были сверху под водой. В смысле, я был сам внизу, и меня все ногами добивали там под водой. Азарт такой, я включаюсь, у меня такое ощущение, что я сижу, у меня все мышцы двигаются. Ребята, молодцы. Боль от победы невероятная. Да идти бы, да ползти бы. Вот это самое главное, я считаю. Вообще нереально, ноги подкашиваются, встать не могу с колен. И вы видели, как я подлетела? Прямо я прям на эту упала, на таблетку. Было клево, на самом деле. Но вот потом, конечно, было туго, потому что лодки скользкие, все просто куда-то. Вот они герои, конечно, мужики, они нас вытащили. Просто супер. Спасибо. Китай, твоя очередь. Начинается выступление китайской команды. Первый же китаец пролетает мимо острова. Бах, посмотрите, китайцы не договорились о тактике. Работают, работают. Пока пристреливаются, скажем так, китайцы к снаряду. Снаряд пристреливается к китайцам. Ох ты, какая здоровущая китаянка. Вылетела, вылетела, встает. Вы знаете, китайцы, они как муравьи, каждый выполняет свои задачи. Очень четко они работают. Вот мы видим, что творится с китайским муравейником. Да, очень хорошо работают китайцы. Серьезно, команда Китая абсолютно точная. Поэтому воля, мужество, ну и вера в счастливый конец. И, конечно же, юмор, дорогие друзья. Без юмора мы китайцев не победим. Это самые юморные ребята. Настало время американской команды. Три, два, один, го! Начинается выступление американской команды. Первый американский спортсмен выходит, залезает на остров. Французские организаторы, естественно, перед началом полива мыльным раствором. Посмотрите, посмотрите, какая драматургия. Как только вылетает следующий спортсмен, предыдущие начинают падать с острова. Поэтому важно не только, как вы договорились, залезать на этот остров, помогая друг другу, но и насколько вы грамотно вылетаете. Посмотрите, не очень слаженно работают американские спортсмены. Несмотря на то, что они все в татуировках. Я походил, читал, что написано, мы хотим выиграть большие гонки. Маленькая девочка вылетела и чуть не сбила здоровых парней прямо в ледяную воду. По-моему, последний американский спортсмен. Поняли уже американцы, что надо держаться, как надо держать. Это на весе, если им удастся втянуть последнего, им это удается. Время для американской команды остановлено. У нас пока третий результат. И последний участник – Казахстан. Поехали! Итак, объявлен час икс для казахской команды. У казахов не очень складываются отношения, все, что касается воды. Но я видел, как казахи перед началом сегодняшней игры собирались, шепкались. Они привезли с собой специального тренера, логгодным видом спорта. И он давал им кое-какие наставления, хотя все наставления здесь рушатся сразу, как только ты понимаешь, что под тобой находится облитый мыльным раствором остров. Итак, казахи работают, достаточно все четко. Пока предыдущий, слетевший вниз, не вскарабкается на остров, следующему вылетать организаторы не дают. Полетел следующий мальчик. Плохо, плохо полетел. Ногами вперед, и это опасно. Ты можешь сбить людей в воду. Девочка казаха очень аккуратно работает. С другой стороны, что такое аккуратность? Когда ты летишь, ты не понимаешь, а куда же себе те ноги, которых у тебя целых две. Все, последний казахский спортсмен в воде. Время для казахов остановлено. Первый конкурс, мне кажется, прошел не самым лучшим образом, но зная Женю, это совершенно удивительная женщина, я понимаю, что она сейчас разозлится, и вот тут-то все и начнется. Все как надо, один за всех и все вместе. Вот, вот за мной находится горка. Это последний рубеж, к которому и будет в течение всего сегодняшнего вечера двигаться четыре мощнейшие спортивные державы. И именно по количеству баллов на этой горке в финальном рубежу будет преимущество или проигрыш российской команды. Результаты прошедшего первого конкурса вы видите на своих экранах. Три балла. Соединенные Штаты два балла. Россия четыре. Китай. И один балл Казахстан. Нельзя сказать, что мы вырвались вперед, нельзя сказать, что мы проигрываем, пока мы в четкой середине, и это вселяет какие-то надежды на победу. Эта команда, настоящая команда, начнет бороться за каждый последующий конкурс. И неизвестно, кому еще повезет, и кто будет сильнее. Актеры, спортсмены, с силой на век, с нами удача, будет успех! Леди и джентльмены, приготовьтесь, впереди будет очень страшно и интересно. Конкурс «Бегущая вода». Задача в сосуд своей команды. Игроки держат желоба, по которым бежит вода. Один из участников собирает воду в ведро. Трудность в том, что по площадке... Просто кто заявлен на конкурс «Бегущая вода». Причем, как этот конкурс не называй, все равно там будет быт. Поэтому там должны быть просто сильные, смелые, отчаянные, где-то даже безбашенные люди. У нас у него есть девушка, да? Клера и Велина, самая безбашенная наша девушка. И Лейсан. Эклир, Андрей Носков, Саша Мещанов и основной наш специалист по быкам, Ваня Кокорин. Есть добровольцы на быков? Есть? Да есть, конечно, схватит-то! Там маленький же бычок, да? Да, конечно. Знаешь, там такой бычок. Картинка страшная. Могу пустить, посмотреть. А! Не, не уберите это! Уберите, я не могу посмотреть. Сейчас мы посмотрим, Андрей, насколько ли вы хороши там, как на экране, а? В незатейливых комедиях. Спасибо, Дмитрий Ильич, за поддержку, за терпение и труд. Иван, многие наши телезрители спрашивают, как получилось, что на прошедших гонках у тебя все волосы прилипли к шлему? Уважаемый телезритель, не переживайте, через месяц я буду красавец. Спасибо. Через несколько секунд всё начнётся. Первыми организаторами заявляют китайцев и казахов. Многие спрашивают нас, как вы различаете китайцев и казахов? Это очень и очень просто. Они совершенно не похожи. У китайцев красные костюмы, у казахов жёлтые. А теперь страшное животное. Выпускайте БК. Итак, дамы и господа, объявляется начало поединка для Китая и Казахстана. Правильно считают здесь некоторые, что это один из самых сложных конкурсов, потому что надо держать. Держать жалоба и пытаться наполнить водой сосуды. И именно когда начинают спортсмены двигаться, БК их выцеливает. Да, вот оно и началось. Наконец-то БК понял, что к чему. Улюлюкает стадион, но я вас уверяю, что кто бы ни оказался на месте игроков, результат был бы такой же. БК не абсолютно всё равно. Поёшь ли ты, танцуешь, рисуешь. Очень тяжёлая ситуация у казахов. Бык просто не даёт, ой-ёй-ёй, взять им ведро. Отвратительно сработал китаец. Он просто-напросто разлил. Разлил всю воду. Замерли игроки. И это тоже тактика. У китайцев пока игра не складывается. Видит выплюющуюся воду. Видит цель. И опять эта цель казахская. Ой, как неаккуратно работает и казахский, и китайский спортсмен. Всё разлили. Всё разлили. Да, так работать, конечно же, нельзя. Опа, опа, подмят, подмят оказывается китайский спортсмен. И этой ситуацией пользуется казах. У китайца ничего не получается. Вот он. Вот он несёт китайского спортсмена. Чётко работают казахи. И, в общем, вот это вот ведро может здорово казахов выдвинуть на лидирующие позиции. Время для Китая и Казахстана и стекло. Ну что ж, впереди у нас рендежур. Америка, Россия. Просто шок, ребята. Во-первых, на одного китайца меньше. Ну, потому что забодали его. А во-вторых, ну, это очень тяжело. Я даже... Мне тяжело стало смотреть. Понимаете? И ужасно. Какой-то мужской адреналин вырабатывается, когда, ну, не пойдёшь ты с быком встречаться специально, где-то там, я не знаю, под Москву искать. А тут вот это реальные вещи такие. Вот ощущение, как будто ты возвращаешься туда в каменный век и идёшь на охоту с быком. Спортсменов мало. Да всё, вот артисты замечательно справляются. Вы что, у вас супер-артисты. У нас супер вообще просто. Московка, Кокурин, они разорвут здесь площадку. Айф-клип, просто... Спасибо за доверие. То есть будем сегодня силой и словом. Силой и высокохудожественной. Словом, да. Против, в поэзии. А если бы вы знали, какие сегодня сложные конкурсы, там словом не возьмёшь. Один за всех, всех за одного. Идите, ребят. И на снимку залезть будет всё. Ну, только победа. То есть такой адреналин, и мы посылаем свои флюиды, что очень поддерживаем своих ребят. Я думаю, что вы должны победить. Только победа. Кокорин! 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 Выпускаете быка. Время пошло. Бык выходит. Это бык по кличке Пегий. Это самый страшный бык Лазурного берега. Сразу загоняет и Ваню Кокорина, и американцу Молдобор. Давай, давай, Ваню, можно, можно? О, получает удар в бок наш спортсмен. Не складывается, не складывается игра у нашего спортсмена. Смелость смелостью, но нужно наполнять ведра. Закон игры номер один. Если ты замираешь, то бык, в общем-то, практически тобой не интересуется. Много воды у нас в ведре, теперь важно аккуратно её вылить. Посмотрите, бык стоит, вот это вот страшное животное Пегий, и его замешательством пользуются американцы. Наши ребята прекрасно работают. Давай, Саня! Ай, аккуратнее, аккуратнее. Вот та неаккуратность, о которой я говорил. Опа, атакует, атакует Кокорина бык. Но Иван, Иван тёртый, в общем-то, калач. Хорошо, хорошо работают наши. Я замираю тоже, чтобы не спугнуть ребят, потому что одно неверное движение, и ты не донёс воду. Пошёл следующий. Тык выцеливает американца. Надо заметить, что американцы тоже чётко работают. Немножко неаккуратно, добегая до сосуда, в котором должна находиться вода, они эту воду расплёскивают. Но, но работают очень и очень чётко. С этой минуты, дамы и господа, мы начинаем опережать, опережать все команды. Если для Китая и Казахстана ничего уже не изменить, то мы можем принести лишние капли воды. Опа, опасно, опасно. Пока всё хорошо, теперь важно не упасть. Сбегает наш спортсмен, выливает воду. Всё, мы в недосягаемости. Если только не произойдёт... Ох ты, что-то из ряда вон выходящее. Под раздачей оказывается наш спортсмен. Подержаться до конца, поскольку конкурс завершён, всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Бравые в период! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ваня вычислил о том, что если он стоит, то и бык его не трогает. У него когда ёкало, сердце видно было, что он всех ребят ёкало, когда пробегал. Но нашёл мужество, нашёл смелость. И за это просто, я не знаю, надо выклаживаться. Молодцы. Я вообще сильно переживала за Ваню. Но они молодцы, я была в них уверена 100%. И они сделали по максимуму. Собрались и сделали всё, что могли. Не я сделал, а мы всё вместе. Потому что мы команда. Дело в том, что перед нами играли две другие страны. И мы поняли одну простую вещь. Тот, кто носит воду, не надо суетиться. Как можно медленнее надо себя вести. Но при этом точно смотреть в глаза ему, чтобы был момент, что можно было убежать. А у меня эта девушка наливала им воду. Да, старалась. Не вообще, девчонки. Старалась на капельке просто. Россия! 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 У нас слышали такие, что китайцы специально, у них было соревнование, был отбор. А у нас без отбора. Видали, какие парни? Все такие красивые. Россия впереди планеты всей. Как обычно. Еее. В этом конкурсе победила Россия. Итак, дамы и господа, результаты конкурсов вы видите на своих экранах. Команда России. Четыре балла. Два балла США. Один балл. Китай. Три. Казахстан. По итогам прошедших конкурсов команды набрали следующее количество баллов. Четыре. Казахстан. По пять баллов у Китая и Америки. Россия пока лидирует. У нас шесть баллов. Но это всего лишь начало игры. В нашей команде балл за баллом. Нужно двигаться вперед. Это первый канал. Это большие гонки. Мы надеемся, что это возвращение наших чемпионов. Спасибо. Так. Следующий конкурс. Надеюсь, нашей удивительной, как вам показалось, программы арки. В конкурсе арки задача команды построить арку, приманить быка и заставить его пройти через конструкцию. Сложность в том, что во время прохода бык может разрушить арку. Тогда очко не будет засчитано. Арку придется строить заново. Время конкурса ограничено. Победит та команда, через арку которой бык пробежит максимальное количество раз. Я даже не знаю, за кого я больше волнуюсь, за быков или за людей, потому что быки все-таки незащищенные. Я думаю, что победит дружба между быком и нашими ребятами. Именно нашими ребятами. Потому что они самые стойкие, как сегодня доказано. Как и следовало было ожидать. Ваня, ну что, ты его будешь заманывать? Ну, я-то буду. Ты будешь бегать? Я буду. А кто будет строить? Кто со мной-то будет? Кто будет строить? Нет, там договоримся. Главное сейчас выбрать народ. Кто выживет после первого конкурса с быками? И, в общем, собственно, там уже договоримся. Кто гоняет быка? Сейчас, Кокорин. Кто строит, кто гоняет? Кокорин. От нашей команды заявлено трое игроков. Актер Иван Кокорин. Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Легков. В этом году Саша вошел в историю российского спорта, став призером общего зачета Кубка мира. Такого успеха у нашей страны не было с 1983 года. Третий игрок – воздушный гимнаст Александр Мещанов. Вань, наши телезрители спрашивают, почему ты всегда в своей одежде выступаешь, а? Я люблю чистые материалы. Я не люблю искусственные. Очень идет этот дамский пират. Везение! Потому что, не дай бог, там бык не туда чихнул, понимаете? Там капель упала не туда, нога не туда поехала. Не сглазишь же все это. Вот чтобы оно было, вот все, слава богу, вот как вот. Вот так вот. А теперь, мадам, страшное животное. Выпускайте БК. Итак, дорогие друзья, конкурс для казахов и американцев начался. Я напоминаю, что задача простейшая, простейшая, как кажется тем, кто сейчас лежит на диване, построить арку и заманить БК внутрь своей арки. Американцы построили арку и те, и другие, и Америка, и Казахстан. Но, а теперь важно БК затащить. Американцы построили, ее построили. А вот теперь заманить не удается. Посмотрите, как четко работают казахи. И БК, проходя через арку, ее не сбивает. И у казахов есть возможность продолжать работу, не отстраивая новую арочку. Смотрите, как отчаянно работает казахский спортсмен. Опа! Американский спортсмен, очень похожий на Сальвадора Дали, в молодости тоже пытается сделать свою игру. Бык в растерянности, проходит через американскую арку. Но беда в том, что американская арка, в отличие от казахских, просто-напросто рушится. И вновь за стройку принимаются американцы, не понимая, что на что ставить. Казахский спортсмен... Ой, ой, ой. Я думаю, что этот проход БК через казахскую арку, прямо по спине, по голове казахского спортсмена, будет казахом защитным. Бык прошел, очень хорошо прошел через американскую арку. И пока арка стоит на месте. Простейшие правила, но насколько опасно, насколько безнадежная ситуация тех, кто находится внутри этой песчаной сетки. И вновь удается игра американцам. Ох, казахский спортсмен глупость сделал. Он просто пробежал через американскую арку в надежде, что бык, пробегая через нее, ее разрушил. А бык просто принес американцам одно очко. Посмотрите, посмотрите, как бьются за быка спортсмены. Ох ты, батюшки! Казахский спортсмен даже пытается показать быку желтые штаны. Есть еще секунда, изменить ситуацию. Нет, все. Я хочу сказать, что беги не тогда, когда мы уже залезли, а когда вот только вот начиная, понимаешь, чтобы время, время экономить. Ребята договариваются о какой-то тактике, и это обязательно нужно делать. Но тактика может разрушиться в одну секунду, как только на площадке оказывается неподвластное никаким законам животное. Я не трус, но мне бы тяжело так вот тут с Александром обсуждаем вопрос. Вы что, это бычок-то резвый оказался. Мне тоже предстоит участвовать в этом конкурсе. Сейчас я увидел со стороны, как это трудно. Поэтому я не знаю, что здесь можно посоветовать, потому что действительно, увидев это, я просто боюсь. Прокричал какое-то заклинание Оливье Ганьян, и с этой секунды строители начинают строить свои арки. Я напоминаю, что простейшая задача у строителей арку построить, а потом как можно большее количество раз заставить быка через твою, именно через твою арку пройти. Продолжают наши ребята работать. Пока, пока быку не удается пройти, наши, точнее, ребятам не удается заманить быка именно в нашу арку. Но на такой короткой дистанции от быка не убежать. Я это знаю просто-напросто по опыту. Сколько я раз в жизни бегал от быков, если бы тоже знали. Да, да, да. Прошел бык через нашу арку, и, в общем, некоторую травму, видимо, приносит нашему спортсмену. И второй раз бык проходит через нашу арку. С этой секунды, в общем, игра у наших ребят выравнивается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой удар получает наш спортсмен. Китаец, китаец на заборе. Китаец, смотрите, не замечая сам того, касается швейка. И сейчас сам ее просто-напросто разрушит. Ой-ой-ой, нельзя, нельзя, а нет. Вот, наш спортсмен завершает непростительную ошибку, принося тем самым китайцам одно дополнительное очко. Конкурс закончим. Стоп игра. Супер, супер. Все нормально, на самом деле. Я сделал, ну, конечно же, страшно. Я старался, я старался, как мог, правда. Поэтому я надеюсь, что я понравился своим ребятам. Все, все, отлично, отлично, все, молодец, молодец. Саня, молодец. Отработал супер. Молодец, мы команда. Что, считай, это наимудрейший? Мудрейший просто доволен вообще, счастлив, что мы над этим китайцам еще тоже пробежали. Скажи, пожалуйста, Жень, тяжело руководить такой сложной, многогранной, многонациональной командой? Знаешь, очень, очень тяжело. Все хорошо получается. Хорошо получается. Быки не наши, к сожалению, поэтому похвалить быков я не могу. Но хорошо, молодцы, пацаны, хорошо. Просто гордость за наших мужиков. Вот у меня лично гордость, потому что я, так как я бы умер на первой же секунде любого из этих конкурсов, поэтому я горжусь. Будущее за нами. Результаты подведены, и эти результаты вы видите на своих экранах. Один балл – Казахстан. Два балла – Китай. Россия вырвала в этом конкурсе три балла, но всех опередили Соединенные Штаты. У них целых четыре балла. И результаты попрошествия всех конкурсов таковы. Десять баллов Соединенные Штаты, одиннадцать баллов Китай, девять баллов Казахстан и тринадцать баллов России. Два балла – это уже отрыв. Нашим ребятам очень нужна ваша поддержка. Большие гонки и МакКофе. Вместе победим! Я уверен, что в финале наши выйдут первые и победа за нашу. Я считаю, что это российский день. Это наши праздники. Хорошая погода, хорошее настроение. Россия, вперед! Следующий конкурс – бутылочки. В конкурсе «Бутылочки» участник в костюме бутылки должен набрать воды. Другие игроки затыкают бутылку пробкой и наклеивают этикетку. После этого бутылка может бежать в корзину. Как только в корзине соберутся три игрока, команда отправляется в финишной черте. От нашей команды заявлены три девочки. Эвелина Блёданс, Настя Задорожный, Света Рубина и два молодых человека. Настков, который будет играть роль бутылки. И Саша Легков, наш лыжник, тоже будет играть роль бутылки. Я могу делать всё, что касается с бутылкой. Мне очень нравится этот конкурс. Я могу бегать, клеить, могу эту пробку. Конкурс, чтобы бегала с конкурсом по игре в бутылочке. Она крутит и так, и так. Она может с бутылочкой делать что? Это мой конёк. Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! В конкурсе «Скоростное одевание» Настя Задорожная подвернула ногу. Несмотря на продолжающуюся боль, актриса вызвалась помочь своей команде. Заплатанная, прекрасная, будет все стоять, предвозмогая боль. За страну, как она сказала. Прости меня, страна. И никаких ран, и ничего не видно. Я счастлива, я прекрасна в состоянии духа. Какая сила и воля к победе, как есть у актёров, она чуть не уступает спортсменам. Мы будем смотреть, я переживаю очень, конечно. Три, два, один, встал! Раскручивается подиум для России, и пошла первая наша спортсменка. Очень хорошо идет. Не торопись, не торопись. Пробежала, дотронулась и залезла в ящик. Первая наша бутылка. Главное спокойненько, главное спокойненько. Как он ручками делает. Молодец. Раз наливает винца, раз налил винца, затыкается пробочкой, наклеивает Эля ему на спину этикетку. Он бежит в обратный путь. Все, занял позицию в ящике. Мур, держаться! Следующая наша бутылка набирает шампанского, разгоняется, должен повернуться спиной. Оп, наклейка на месте. Падает, падает, падает. Ничего, ничего, время не потеряно. И вот теперь в одну сторону надо встать и понесить. Хорошо, встали. Кто-то должен командовать. Раз, 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 раз. Падают, падают, падают. Их закручивают. Да. Выпадайте, выпадайте из круга, главное встать. Все, их выкинуло. Теперь главное всем троим занять место в ящике и побежать в обратный путь. Для России игра закончена. Молодцы! Когда я вырасту, я стану настоящим спортсменом. Мальчики подогнулись. Пик, пик, пробочка, пик. Пить. Мы делаем все быстро и красиво. Было скользко, ничего не видно. Иногда больно, когда падали. Но все друг другу помогали спокойно. Мне было ощущение, что все говорили шепотом, шепотом. Давай, давай, так, так, все, все, все. Даже те, кто стояли и болели вокруг круга. Мы все время пытаемся им какие-то свои импульсы передать, что-то им подсказать, крикнуть, как нужно делать. Нам виднее, нам кажется, что нам виднее. Мы не знаем, помогаем мы им или мешаем, я надеюсь, что помогаем. А теперь пойдут китайские бутылочки. Итак, мои господа, начинается поединок для китайцев. Да, сразу. Ой-ой-ой. Как ударилась китайская девочка. Удар, на самом деле, это кажется, что это мягенько. А там вот под этой пленочкой чистой воды тосты. Пробежала, влезла, бежит китайская бутылочка, наливает, наливает бутылочку воды. Надо побежать под пробочку, и чтобы тебя заткнули еще. Ой, замяла, замяла китайскую девочку. Побежала следующая бутылочка. Надо воды набрать. Его затыкают. И он несется в обратный путь. Все, все, все три ящики не могут, не могут совладать с ситуацией, определиться, где у них вперед, где зад китайцы. По-моему, кто-то подвернул ножку. Они пытаются развернуться. Ой, господи, ой, как их закручивает. Им не встать. Они заблудились в собственных ногах. Все, китайцы на финише. И так, объявлено время для американцев. С большой опаской бежит американская первая девочка. Надо дотронуться. Ой, как она бедная, на попку упала. Ой-ой-ой. Хорошо американец все делает. Набирает свою бутылку воды. Американцы не тратят ни одной секунды. Ему присобачивают на спину этикетку. И он несется к ящику. Следующая американская бутылка запуталась в собственных кривых толстеньких ножках. Падает, пытается встать очень, очень и очень тяжело. Его выкручивает, раскручивает. Он добегает практически до вина, льющегося из французской бочки. А мы с вами находимся во Франции, на Лазурном побережье. Бабах! За моей спиной. Грохнулась американская бутылка. И он делает дополнительный круг. Пытается бежать. Вновь к бочке. Наливает вина. Он затыкает пробкой, наклеивает ему этикетку. И сейчас он должен шуровать в обратный путь. У него все получается. Время потеряно. А вот теперь они будут пытаться бежать в обратный путь. Но это очень и очень тяжело. Ящик в одну сторону, бутылки в другую, пробки в третью. Оливье Ганьян в четвертую. Надо вставать и бежать. Бежать в финишной черте. Все у них получается. Но мне кажется, это не лучшее время. И так, дамы и господа, начинается конкурс для казахской команды. Здоровая крепкая казахская девочка. Она разгоняется, касается бочки. Причем коснулась так, что бочка чуть не грохнула. Потеряла несколько секунд. Но пока это еще не критическая ситуация. Казахская бутылка пошла. Тут же запуталась в ногах. Пробку втыкает. Наклеивают наклейку. И сейчас казахская бутылка должна занять казахское место в казахском ящике. Следующая бутылка из Казахстана шурует по подиуму. Тут же падает. Ой-ой-ой, как тяжело. Не получается, не получается играть в казахскую бутылку. Контроль заходится, он не понимает, в какую тюрку ему смотреть. Ну что, будем считать, что он наполнился. Теперь ему разрешают уже с грехом пополам двигаться к пробке. Сейчас он должен будет получить свою наклейку на бутылку. Он ее получает. Занимает позицию в ящике. И вот сейчас начнется самое забавное. Ох, а вот эта тактика у казахов может сработать. Они взяли и нырнули. Но несколько замешкались теперь здесь. Все, все составляющие ящика находятся внутри него. И казахи несутся к финишу. Мы ждем результатов. Игра закончилась. Команда супер. The best, в общем. Отлично, отлично. О такой команде можно только мечтать. Мне вообще не снилось, когда я ехала сюда. Во-первых, здесь такой накал страстей. Такой, как бы, спортивный азарт. Ну, мне повезло. Просто я считаю, мне реально повезло. Просто такие артисты. А вы счастливы, что у нас есть такой капитан? Приехали поболеть, Наталья? Да, потому что я теперь без этой игры не представляю своей жизни. В любви. Вот как. Как оцениваете выступление наших ребят? Молодцы, молодцы. Такие храбрые, такие смелые. Не знаю, это клево. Это очень сильно. Я вам говорил, что вы красивая? Ой, да, спасибо, вы тоже. Спасибо большое. Итак, дамы и господа, результаты прошедшего конкурса вы видите на своих экранах. Всего один балл заработала команда США. Чуть больше, два балла у Казахстана. Хорошо поработали китайцы, у них три балла, но больше всех набрала команда России. Четыре балла. И перед финальным оружием горки цифры складываются вот в такую затейливую вереницу. 11 баллов Америка, 17 баллов Россия, это хорошо. 14 баллов Китай, это тоже хорошо. И 11 баллов Казахстан. Очень, очень и очень сложный будет финал. Россия сдавать последний рубеж не свойственно. Будем надеяться, что прогресса есть преимущество. Небольшое, но есть. Пацаны, думайте, Россия, Россия должна порвать всех. В финальном конкурсе горки трем участникам от каждой команды предстоит с помощью шеста подняться на вершину горки. Игроки стартуют с разных позиций. В зависимости от того, сколько баллов заработала команда в предыдущих конкурсах. Участник, который придет к финишу первым, принесет своей команде победу в сегодняшней игре. Финальный рубеж. Что у нас со спортсменами на горках? Первым номером у нас будет выступать актер Эвклид. Он сам вызвался категорически. Второй идет Вася Козырев, третий Борис Тоногин. Эвклид Кюрдзидис вызвался добивать дистанцию в самом ответственном конкурсе горки еще на совете. Я хотел на гору. Ты уверен? Мы же не будем рисковать. Тем не менее, актер настоял на своем решении. И сейчас идет на горки. Впервые неподготовленным. Не переоценил ли свои силы Эвклид? Но я должен попробовать себя. А цена ошибки очень велика. Под угрозой победы России в первой, очень важной для нас игре. Мы не можем ему отказать. Это его шансы, это его возможности. Это игра, мы команда. Через несколько секунд решится все. От команд соперников выставлены лучшие атлеты. С крестом пальца. На удачу. Я сейчас переживаю, конечно, и надеюсь, что мы выиграем. Почему? Потому что мы достойные. Самые достойные. Мы самые подготовленные. Поэтому очень волнуюсь и надеюсь, что мы выиграем. Внимание! Прошу атлетов занять свои позиции. Итак, спортсмены занимают свои позиции. У нас есть некоторое преимущество, но очень-очень невелико. Несколько секунд. Итак, дамы и господа. Дан старт финальному рубежу. Эхплит сразу. С первого же мгновения начал отставать. Китайцы опережают. Но вот эта ошибка китайского смартфона может сослужить нам добрую службу. Наши ребята, Вася Козырев, начинают вырывать ситуацию. На себя вытягивать одеяло. И это очень-очень хорошо. Да, эта часть за нами. Боря Станогин прыгает и начинает финишировать. Китайский спортсмен. У него еще есть шанс догнать нашего парня. Но, видимо, это финиш за Россией. Да, ошибка китайского спортсмена. Это очень дорого стоило Китаю. И нам эта победа, я надеюсь, досталась по праву. Мы боролись. Мы победили. Да, мы победили. Да, да, это правда. Это правда. Это правда. Это кайф. Мы лучшие. Мы победили. Я люблю тебя, Россия. Ты первая. Это была славная охота. Мы уходим раненые, но лучшие. Первый канал. Меня зовут Дмитрий Нагеев. Это большие гонки. Мы через...